Разрешите продолжить книгу Азата Муставли Адбахари, Шаратару Лимасаба Тасабуф, Он и Монеки Худован Бар Мумин Додаас, Бар Тарас Карамад Бошад. Тот цвет веры, который Аллах Саба Натала дает в нашей душе человека, является выше Карамада, выше того, что он дарует из каких-нибудь чудесных качеств, чудотворства. Тот, чем довольствуется человек в этом мире из материального, отдаляет его от Бога, разделяет его от Бога, занимает его время. Пророкам Аллах Саба Натала дает возможность чудотворствовать, совершать чудо. Святым дает Карамад в виде определенных качеств, которые нет у простых верующих людей. Карамад может быть это у человека, у святого появляется поэзия, стихи, может быть читать мысли. Очень много у святых разных видов Карамадов. Некоторые могут лечить людей. И врагам он дал фирауна, даджала, иблиса качества хитрости, подлости и зла. Аблио карамад, рая баид 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 ки бегурезет, чунг ки бештаре чудои, безгарган рао аз карамад падидооият. Ахалий-хакикат оон че кунган нобинан, в аон че бинан нокарда башен. Когда Бог дарует святому какой-нибудь из качеств необычных подобных чуда, если человек возгордится тем, что он может делать какие-то чудеса и так далее, все это можно разделить от Бога его. Поэтому он не должен на это очень сильно обращать внимание. Не должен этим гордиться и говорить, что я могу такую вещь делать, необычную. Люди, которые в хакикате достигли истину, они все, что делают, сами не видят. А то, что видят, они не делают. Чем человек проще, чем беднее в этом мире, то есть, что означает фахир, свободным, не связанным с этим миром, тем богаче перед Богом. Чем больше человек выполняет приказ Бога, тем для него, для Бога он становится близким и ценным. У Бога существуют живые сердца и мертвые сердца. Живые сердца – это люди, которые ходят, говорят, что вот они люди. Но это люди внешние, но внутри мертвые. Для Бога важны сердца человека. Живое сердце – это то сердце, которое вспоминает Бога. Это есть живое сердце. Все, что Бог дарует человеку, никто другой не может ему подарить, наградить это положение. Убудьяр – это значит, что служение Богу заключается в уединении от людей и в уединении созерцания Бога. Вали, то есть, это друг, приближенный к Богу. Он не может приблизиться к Богу, пока он себя не посчитает самым низким, подобной частицей земли, скромным. Пока он не посчитает себя самым низким, ниже всех в этом мире, по скромности, его не приблизят к себе. И поэтому есть тот человек, который надеется в чем-то, кроме Бога, тот не заслуживает быть валий, другом Бога. Основа ширка многобожия и куфра является эгоизм человеческий, самовлюбленность, самонадеянность. Эти качества являются основой многобожия и неверия. Банда боя до им байни хауфу риджо бошадь. Печа звак тхудро валий, шинахтан хауфи окибатру азвай зооэль кунат. Человек, верю человек, должен все время жить между страхом и надеждой. Страхом того, что Бог может наказать его, и надеждой, что Бог может простить его. И преждевременно, если человек себя считает валий, другом Бога, если он уверен, что в рай попадет, это принесет к большой опасности будущим для него. Ни один человек не должен быть в безопасности, что он попадет именно куда. Только по милости Бога можно попасть в рай, а не своими делами какими-то. Банда не боясь кея из хода имен гердат, кея амин из хода куфр аст. И ничида кея наамед гердат, кея наамаде из хода, наамеде из хода, куфр аст. И гердат, кея наамеде из хода, куфр аст. И человек, если себя будет посчитать безопасностью от того, что попадет, может попасть в ад, это основа, это считается куфром. Ни один человек не может быть в безопасности. Это куфр, если себя считаешь уверенным уже. И второе, если человек не надеется потерять надежду, что Аллах простит его. И вот эти отчаяния тоже являются куфром. Это плохое качество отчаяния. Поэтому человек не должен, он должен находиться все время в состоянии страха и надежды. И он не становится другом Божьим, вали, от того, что он скажет, что вот я люблю Бога, и где-нибудь говорит, что я люблю Бога, очень сильно люблю. От этого он другом Бога не станет. Он станет его другом, когда Бог его полюбит. То есть вот в этом связке возлюбленного и любимого зависит от возлюбленной, не от того, а не от любимого. И если Бог тебя полюбит, тогда ты станешь валией. А не то, что ты любишь Бога, говоришь, ты сам. И врагом становится Бога не от того, что ты считаешь себя врагом, а от того, что если Бог себя посчитает своим врагом, тогда ты станешь его врагом. Харчаншук рзет кунат, неймат, афзоят. Чем больше человек благодарит Бога, тем больше блага он от Него получит. Благо – это не обязательно материальные ценности, богатство, деньги, власть и так далее. Благо – это самое лучшее благо – это иман. Если Бог дает тебе иман, свет, веры, это есть самая лучшая награда от Бога. Если еще тебе дают добавок к этому знания, знания очень являются ценными. Можно приобрести богатство, можно банкротиться, но знания – они бесценны. Огонь – это неизбежно, который должен быть на это, ни кафире, ни кафире, или кафире, ни кафире, ни кафире не дам. Чего не научиться? Чего неизбежит? Мисловно, штанг, кто-то тысяча сетей, но кафире шут. Левое – это неизбежно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...